Что является самым опасным во время поста? Это привязанность души. Значит, в первую очередь нужно тормозить то, что даёт душе утрата любви. Это вожделение в виде увлечения сексом, сладким, перееданием. Это увлечение, перегрузки по работе, переживания о будущем и прочее. То есть ревность и гордыня. Значит, во время поста человек должен в первую очередь думать об ограничении сексуальных потребностей, а потом уже еды, сладостей. В первую очередь об ограничении перегрузок по работе. И если вот в этом плане человек правильно постится, то с моей точки зрения будет гораздо больше результат. Что любопытно. Вот я думал о том, что многие люди пытаются поститься, но у них не получается. Почему? В идаизме есть такая информация. Человек, который занимался сексом, нечист. Он даже молиться не должен. Христос говорил, что если гнева и сына брата своего, нельзя идти к жертвеннику. Что это означает? Это означает, что после занятия сексом, в несколько дней у человека душа настолько сильно привязывается ко всему, что молитва, во-первых, не получится. А если он попытается молиться, то это может дать проблему. Если человек обижается, злится, ненавидит, и при этом постится, это может дать проблему. То есть для того, чтобы поститься, нужно не просто отказываться от еды. Нужно уменьшать максимально свое сексуальное влечение, нужно еду не превращать в деликатес, в удовольствие и наслаждение. То есть убрать сладкое, а еда должна быть утолением голода, но не удовольствием. И вот тогда в поисках удовольствия душа пойдет к любви и к Богу. Если же мы только просто отрешаемся от еды и молимся, то такой пост, я думаю, может не так много дать нашей душе.